Привет! Хотел сегодня снять видео, посвященное подключению машинки к сливу воды, но потом подумал, что вам не мешало бы знать некоторую теорию, почему именно так необходимо делать, почему, например, в инструкции указаны какие-то минимальные высоты, максимальные и так далее. Поэтому у меня будет сейчас, скажем так, небольшой ликбез приблизительно по программе седьмого класса по физике. Кстати, мне очень часто пишут на моем канале, что я рассказываю элементарные вещи, которые дети должны учить в школе, но у меня нет для этого какого-то объяснения, так как у нас все, что происходит в мире, оно подчиняется законам физики. И некоторые из этих законов мы действительно учим в седьмом классе. Поэтому поехали. Значит, смотрите, у нас есть стиральная машина. Нарисуем ее вот таким вот квадратиком. В этой машине у нас есть бак. Бак у нас тут такой вот кругленький. В общем-то, в этот бак у нас наливается вода. Когда у нас идет стирка в нем и так далее, то есть вот у нас есть вот такая вот вода в ней. Нам необходимо вот эту воду с машинки слить. Каким образом это все происходит? Где-то вот здесь у нас в нижней части машинки стоит вот такой насосик, который по трубкам подключен к баку. Соответственно, машинка через этот насос сливает воду и вот где-то вот здесь у нас выходит шланг из стиральной машины. Все это, соответственно, заполнено водой. Так как у нас уровень воды здесь выше, правильно? Значит, что у нас будет, если мы вот здесь откроем шланг? У нас эта вся вода просто-напросто начнет вытекать из машинки. Значит, многие заблуждаются, что здесь вот где-то на вот этом этапе внутри машинки должен какой-то стоять затворный клапан, который не дает этой воде вытекать. Но, к сожалению или к счастью, такого нет. То есть, если мы опустим шланг, к примеру, на землю, то отсюда у нас побежит вода. И все это будет происходить до тех пор, пока у нас вода с бака не сольется, к примеру, до вот этой вот точки, правильно? Что мы делаем? Мы поднимаем вот этот шланг. Поднимаем его, предположим, сюда. И где-то здесь у нас находится слив, к примеру, канализационная труба, куда мы будем сливать воду. Значит, что у нас происходит? У нас вот уровень воды в машинке, поэтому вода будет самотеком выбегать в канализацию до того момента, пока вот этот уровень не сравняется с уровнем воды в машинке. То есть, вот отсюда у нас вода в машинке сбежит, потому что у нас находится вот этот шланг довольно низко. поэтому у нас, например, в инструкции... Сейчас я ее возьму. Надеюсь, вам будет видно. Может быть, даже так вот поднесу поближе. Значит, у нас вот в инструкции нарисовано, что конец шланга должен находиться минимум 60 сантиметров от пола, максимум 1 метр. Ну, это мы рассматриваем в конкретном случае. Ну, 60 сантиметров в стиральной машине это приблизительно сантиметров на 10-15 выше уровня, скажем так, середины барабана. Нарисуем тут середину. Вот это приблизительно здесь зазор 10-15 сантиметров. Поэтому нам необходимо, чтобы точка слива в стиральной машине это желательно, скажем так, не обязательно, а желательно, находилась на высоте 60 сантиметров. Тогда, когда мы сюда поднимем шланг, у нас вода не будет выходить самотеком, так как уровень воды максимальный, который набирается в машинку, у нас достает только до сюда. И теперь для того, чтобы вот на вот эту высоту еще поднять, нам необходимо теперь включить насос, который ее принудительно выгонит. Но кто-то мне сейчас скажет, или может быть подумал, что ну как же так, у него слив воды находится на уровне пола, вот здесь вот, и у него машинка нормально работает и ничего туда не стекает. Тогда вы обратите внимание, что у вас, когда шланг выходит из машинки, он у вас, скорее всего, сзади за машинкой закреплен, ну или сзади, или где-то еще, закреплен и поднимается вверх, после чего опускается сюда вниз. Вот таким вот образом. Сейчас я сотру лишнее, чтобы оно вам тут не мешало. Вот, то есть что у нас тогда получается? У нас получается, что вода в шланге опять же поднята вот до вот этого уровня, а дальше она не может подняться, а нет, вот, прошу прощения, до вот этого. Дальше она просто не может подняться самостоятельно, поэтому она сама с машинки не вытекает. Поэтому, когда у нас запускается насос, он выгоняет воду наверх и вода опускается уже вниз. Но, скажем так, в большинстве случаев процентов на 90 такой вариант тоже устраивает, такой вариант работает. Более того, в большинстве стиральных машин на задней стенке есть специальное крепление для шланга, предположим, на задней стенке вот здесь есть специальное крепление для шланга, куда мы этот шланг должны защелкнуть. То есть у нас с машинки выходит на задней стенке шланг, мы его поднимаем вверх, вот, защелкиваем на эту защелку, а дальше мы его можем опускать вниз, вверх, куда угодно. Но, к сожалению, в некоторых машинках такая штука не работает. Я сейчас постараюсь вам рассказать другой принцип из физики за 7 класс. Есть у нас такая штука, называется принцип сифона. Если я действительно не ошибаюсь, и меня не подводит память. Что это такое? У нас есть два сосуда, предположим, две банки, которые совмещены между собой трубкой. в одну и ту же, то есть в них налита вода. Вот здесь вода у нас такая, вода, вода, вода. И я думаю, все прекрасно понимают, что у нас вода будет всегда у них находиться на одном уровне. потому что даже если мы будем поднимать эту банку вверх, вот, предположим, сюда, у нас все равно эта вода будет стекать по трубке и стремиться вот к этому уровню. Почему? Потому что, когда мы поднимаем банку, конечно же, мы поднимаем и уровень воды. Ну, а за счет вот этой разницы уровней, то есть вот эта вода начинает на нее давить и выталкивает, соответственно, эту. Все элементарно, и кто-то мне сейчас скажет, зачем ты мне это рассказываешь. Но, к сожалению, опять же повторюсь, что, как оказывается, многие этого не понимают. А теперь, но пока это не принцип сифона. Это, я не знаю, что там, принцип или теория совмещенных сосудов. А что такое принцип сифона? Принцип сифона, это когда у нас, например, есть какая-то банка вот здесь вот, одна, вторая банка, например, находится вверху. Могут даже две, давайте так, для более понятного, да, сделаем две одинаковые банки на одинаковой высоте, но в которых есть трубочка. И предположим, вот так вот она идет, эта трубочка. Значит, здесь в этой банке у нас налита вода. В этой банке у нас налита, предположим, вот столько воды. как вы думаете, у нас потечет вода из этой банки сюда. Ну, просто так, конечно, не потечет, потому что воде необходимо сначала подняться до верхней точки сюда каким-то образом, для того, чтобы она могла потом потечь вниз. Но, если мы, предположим, каким-то образом заставим воду подняться вверх, да, то есть, кстати, это часто используют автомобилисты, когда на багажник ставят канистру с бензином, опускают туда шланг, подсасывают со шланга бензин и бегом опускают его в шланг, и с канистры начинает бензин течь в бак. Получается приблизительно та же самая картина. То есть, у нас шланг поднимается сначала по канистре вверх, потом опускается вниз. Так вот, когда мы заставим вот этот вот шланг заполниться водой, вот у нас уровень идет, да, воды, как только мы подсосали вот здесь, или каким-то насосом, я не знаю, там, или ртом, мы подсосали, у нас заполняется вот этот вот шланг вот до сюда. Значит, ну даже вот так вот, до сюда, чуть-чуть выше уровня воды. Если мы перестанем здесь подсасывать, что у нас произойдет? У нас вода вернется обратно. Но как только у нас вода хоть немного становится ниже уровня вот этой воды, у нас получается, что вот здесь вот, то есть до вот этого вот уровня у нас вода вот в этой системе фактически сбалансирована. то есть ее такое же количество воды тянет вниз, сюда. То есть вот эта вода от этой точки, верхней самой, тянет воду сюда, правильно? И с такой же силой, так как у нас одинаковый уровень воды здесь, до этой точки, с такой же силой эта вода тянет сюда. Фактически у нас получается почти сбалансированная система. Но как только у нас уровень воды упал ниже, вот в этом столбике у нас воды становится больше. Предположим, там, ну пусть даже на 10 грамм этот столбик становится тяжелее, чем вот этот. И вот эти 10 грамм начинают воду тянуть вниз, она начинает опускаться еще ниже по шлангу. И соответственно, раз здесь вода начинает двигаться сюда, у нас тут должен либо образоваться вакуум, либо он будет подсасывать из этого сосуда воду. И все это будет происходить до тех пор, опять же, пока у нас не сравняются уровни. Здесь будет вода набираться, а здесь вода будет опускаться. Как только у нас сравняются уровни воды в этих двух сосудах, значит, у нас сразу эта система получается сбалансируется, и у нас будет одинаковый уровень в обоих банках. То есть, получается, принцип сифона это то, что заставляет воду самотеком подниматься вверх и потом, например, куда-то убегать. Так вот, вот здесь тоже может работать принцип сифона. Для чего я вот это так долго все рассказывал? Это для того, чтобы вам было понятно, почему отсюда вода может убегать самотеком. Потому что очень часто приходишь к клиенту, клиент, например, жалуется. Вот у меня машинка сама почему-то сливает. Но приходишь к нему, смотришь и объясняешь, у вас тут из-за принципа сифона вода убегает самотеком из машинки. И мне начинают рассказать, как это так возможно? Вода не может сама подняться вверх, а потом ездишь, надо вверх подняться. Она не может сама вверх подняться, как же она может сама убегать? Так вот, здесь и как раз работает принцип сифона. Если вдруг произошло так, что по какой-то причине вода пошла вверх и опустилась вот здесь шланги ниже, чем уровень воды в машинке, дальше у нас вода будет самотеком убегать до тех пор, пока она полностью не сбежит, скажем, до вот этого уровня. А до этого уровня это у нас практически машинка остается пустой. в некоторых случаях, часто это я встречал, кстати, в индезитах, у них почему-то во время набора воды, то есть машинка на стирку набирает воду, набирает, набирает, она набрала, к примеру, почти полный бак, после чего буквально на 2 секунды запускается в машинке насос, он успевает вот эту воду протолкнуть сюда и потом останавливается этот насос. Но вода уже находится здесь и дальше этот процесс продолжается самостоятельно и вода самотеком уходит в канализацию. Что при этом происходит? При этом происходит, что вода в машинке падает, какой-то тут стоит там датчик уровня воды, который определяет, что уровень воды упал и начинает заливать в машинку опять воду. И что у нас получается? У нас получается замкнутый круг. Сюда в машинку вода попадает из крана, потому что машинка заливает, так как уровень воды падает, а здесь вода в этот же момент самотеком вытекает из машинки, хотя насос в этот момент стоит, не работает, но, скажем так, принцип сифона запущен и вода пошла выходить из машинки. Поэтому, если есть возможность, я бы всегда рекомендовал делать слив воды на высоте 10-15 сантиметров выше, скажем так, середины барабана, ну или хотя бы на 10-15 сантиметров выше уровня воды. Современные машинки наливают воды, вот у нас тут, предположим, есть стекло, дверка, люк, через который мы загружаем в машинку воду. Тьфу ты, воду говорю, белье. Поэтому я бы рекомендовал, то есть и приблизительно они наливают где-то по стекло воды. Поэтому вы хотя бы старайтесь делать, чтобы вот этот конец шланга или вот этот вот слив, находился выше на 10-15 сантиметров, чем край нижней люка. Хотя, опять же говорю, что, например, LG нам рекомендуют делать на высоте 60 сантиметров, это на 10-15 сантиметров выше середины барабана. Значит, какие еще бывают ошибки? Кстати, очень часто я встречал, когда человек сам приехал домой, подключает машинку, у него слив на уровне пола, вот здесь вот, у него такой длинный шланг целых полтора метра, он думает, ну нафига мне такой длинный шланг? Он его обрезает и вот так вот напрямую вставляет сюда. Потом приходишь и приходится человеку заказывать шланг новый сливной и менять новый шланг. Еще что бывает, бывает у некоторых людей действительно слив вот здесь, дальше этот слив пошел вниз, к примеру, куда-то к канализационной трубе. Я надеюсь, вам еще понятно, что тут калякаю. У него есть шланг полтора метра, он себе понимает, что у него тут слив на высоте 60 см, поэтому все отлично, что тут еще надо. Он вставляет сюда в сливное отверстие вот этот шланг. У него остается еще целый там метр шланга лишнего, который вроде бы как некуда деть, он там где-то за машинку его спрятать лень, а тут он где-то возле машинки валяется, там целый метр шланга. У него такая смекалка срабатывает, а давай-ка я его запихну туда. Там же же труба идет, в принципе ничего не мешает. И человек начинает весь лишний шланг засовывать вот в это сливное отверстие. И что происходит? У нас вот этот шланг начинает опускаться вниз, 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 и дошел аж досюда. И что у нас получается? Получается ровно то же самое. То есть у нас есть возможность работать принципу сифона. Я надеюсь, что я более-менее доступно вам это объяснил, почему необходимо по возможности делать слив, то есть чтобы конец шланга заканчивался на высоте 50-60 см. Если нет такой возможности, значит надо хотя бы делать вот это вот колено, то есть для того, чтобы шланг сначала поднимался вверх, потом опускался вниз. Но в некоторых случаях, как например с Индезитом, этот вариант может не работать. Причем бывает даже такое очень часто, когда человек, например, купил себе стиральную машину Индезит, он ее подключил, она у него вот таким образом подключил ее внизу, она у него довольно длительное время работает, это может год-два, все нормально. Потом человек замечает, что у него машинка, как обычно говорят, они не говорят, что у нас вода с машинкой вытекает, они говорят, звонят, говорят, вы знаете, у меня почему-то машинка последнее время на протяжении стирки все время наливает воду. Я в общем уже понимаю, из-за чего это происходит, приезжаю к клиенту и начинаю объяснять, вы понимаете, у вас с машинки самотеком уходит вода. Говорит, а как это может быть? Я говорю, ну, начинаю, пытаюсь это вот все ему объяснить, мало кто, честно говоря, это понимает, потому что тут я вам хоть на доске рисую, а на пальцах это объяснить немного сложнее. И он мне говорит, что добыть такого не может. Я говорю, машинка ваша воду наливает? Он такой, наливает. Я говорю, с машинки вода у вас течет на пол? Он говорит, нет, не течет. Я говорю, что у вас тогда резиновая машинка, то есть оно все время наливает, наливает, но вода в ней куда-то телепортируется? Он говорит, нет. Я говорю, ну, значит она стекает в канализацию. Ну, ладно. После чего человеку очень сложно объяснить, это практически невозможно, объяснить, почему у него спустя два года машинка начинает сливать самоводу. То есть до этого она у него, к примеру, два года работала, а через два года у него вдруг машинка начала сама сливать воду. Я-то, конечно, это понимаю, в принципе, почему так происходит, но объяснить это клиенту еще сложнее, чем объяснить вообще вот этот, скажем так, как такое может быть. А происходит это, надеюсь, хоть кто-то поймет, почему так происходит. Происходит это потому, что, к примеру, смотрите, стиральная машина запускает на 2 секунды насос и закачивает в этот шланг за эти 2 секунды, предположим, 2 литра воды. Этих 2 литра воды достаточно, чтобы они успели дойти сюда. Но так происходит, что дальше эта вода уже не идет, она не переходит сюда и поэтому не возникает принципа сифона. Но со временем вы стираете машинкой, образуется какая-то, собирается в машинке грязь, какая-то накидь, еще какой-то налет и так далее. Частично это осаживается на стенке шланга. Что у нас происходит? Если мы разрежем шланг, у нас происходит такая вот штука. Вот родной шланг. Когда на нем, на этом шланге с годами образуется налет, то есть он образуется таким вот образом, тем самым со временем сечение шланга уменьшается. Если до этого, например, шланг был, предположим, 2 сантиметра, то спустя какое-то время шланг стал не 2 сантиметра, а полтора или сантиметра. Раз он стал здесь меньше, значит объем воды, который может поместиться в этом шланге уменьшился. Поэтому насос включается опять же на 2 секунды, но он уже успевает воду из-за того, что надо меньше воды, чтобы заполнить этот шланг, успевает эту воду загнать не сюда, а успевает загнать сюда. Дальше у нас опять же возникает принцип сифона и вода начинает убегать в канализацию. И вот довольно простое объяснение, почему 2 года индезит мог сливать воду нормально, а через 2 года появился принцип сифона и вода начала убегать. В таком случае опять же эта проблема, как правило, решается либо заменой шланга, но опять же это решается временно, либо необходимо поднимать конец шланга стиральной машины, чтобы он находился приблизительно вот здесь. Ну а почему есть ограничение максимальное, то есть опять же в той инструкции было написано, что поднимать шланг не выше 1 метра, там 100 сантиметров. Потому что эти насосы они не очень, скажем так, мощные, но не то чтобы мощные даже в плане потребляемой мощности. У них не очень большая мощность, которую они выдают на слив воды. И просто уже чем выше у нас поднимается шланг, тем сложнее насосу выкачивать воду, у него падает производительность. И если, например, у машинки отведено на слив воды 2 минуты, а если машинка, предположим, не слила за 2 минуты, электроника понимает, что есть проблемы со сливом и выдает какую-то ошибку, останавливается стирка, то когда мы поднимаем довольно шланг высоко, она начинает очень медленно сливать и может просто даже не вложиться, предположим, в эти же 2 минуты. В данном случае время 2 минуты, я говорю так, гипотетически, то есть у каждой машинки это время свое и может 2 минуты, может 5 и так далее. Ну то есть просто в машинке значительно сложнее сливать воду. Кстати, так если ориентироваться, 1 метр это приблизительно на 15 сантиметров выше, чем сама стиральная машина, так как машина стиральная имеет высоту стандартно 85 сантиметров. Такой у нас получился немного, может быть, немного сумбурный ликбез, но я постарался это объяснить так, как я это вижу. И честно скажу, вот эти знания меня часто как раз выручали в этих ситуациях, когда казалось бы вроде бы как это не поддается логике, но как оказывается все довольно логично, просто и поддается законам физики за 7 класс. Если это видео оказалось для вас интересным или полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить дальнейшие интересные видео, пишите комментарии. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok